Приветствую вас, позитившие психологи. Я бы хотел отметить такой важный, на мой взгляд, момент. Дело в том, что именно если говорить в контексте психологии, если говорить в контексте психологического аспекта проблемы, то вы пишете, что ваши отношения, значит, с любимым человеком дочли до критической точки. И вы хотели бы получить совет, как довести эти отношения до счастливого брака. И первый вопрос, который я хотел бы вам задать, это вопрос касается, значит, того, почему ваши отношения дошли до критической точки, то есть, с чем это связано, какие проблемы привели к тому, что ваши отношения дошли до критической точки, каково основное направление разногласий между вами, с чем они, эти разногласия, связаны, на что направлены и так далее. Это первый момент. И второй момент, момент достаточно важный, это то, для чего вам, собственно, счастливый брак в отношении. То есть, видишь ли, в чем проблема. Переломный момент, он ведь по общему правилу, переломный момент связан с тем, что вы своего мужчину, своего любимого человека, скорее всего, перестали слушать, перестали его слышать, и у вас произошла достаточно серьезная расстановка, достаточно серьезное разграничение во взглядах, во мнениях, в точках зрения вжиманиях, а значит, и в удовлетворенности. И, поскольку, вот, свой вопрос, вы задаете нам, вы задаете, не он, а вы, то важно понимать, важно понимать и главное, что до тех пор, пока, и до тех пор, если вы, условно говоря, не будете прислушиваться к своему мужчине, до тех пор, пока вы, не поймете, что беспокоит, что беспокоит вашего мужчину, до тех пор, пока вы, не будете отдавать себе в этом отсчет так, что именно беспокоит вашего мужчину, вот, до этих пор, ваши родногласия будут оставаться актуальны. Но, при этом, важно понимать, что, если вы идете навстречу мужчине, если вы идете навстречу своему любимому, человеку, то, отдельно, хочется сказать, что, простите, но вы можете действовать для своего мужчины, вы можете действовать для него, только тогда, и только пока, у него есть отсутствие вреда вам. То есть, пока вред вам отсутствует, пока и если вы не чувствуете вреда себе из-за того, что вы хотите что-то сделать для мужчины, из-за того, что вы, ну, как-то стараетесь что-то для него сделать, да, пока и если этого вреда нет, вы можете идти ему навстречу. как только вред появился, сразу же нужно понимать, что как только вред появился, отношение ваше вступает сразу, вступает в сваду от устошения и зеркалования. А это плохо, и это нужно исключать. И мужчина, вообще-то говоря, сам, если он любит вас, если он ценит вас, если он хочет, чтобы вы были счастливы, он никогда не позволит вам себе вредить. Он никогда не позволит действовать так, чтобы вы ощущали, чувствовали на себе какой-то вот вред. Но, а если это происходит, да, можно задать вопрос, а любит ли вас мужчина. Итак, это первый момент, который касается именно вот того аспекта, что ваши отношения прошли к некой, ну, такой, переломной точке, если угодно. Некая такая переломная точка в ваших отношениях. Далее. Значит, далее ситуация заключается в следующее. вы говорите, я хочу довести наше отношение до счастливого брака. Значит, логично предположить, что счастливый брак вам для чего-то нужен, лично вам для чего-то нужен счастливый брак. и вы хотите, чтобы мужчина вам дал то, чем вынуждает. Это не является правильным и не является чем-то хорошим для вас. Почему? Потому что поскольку мужчина изначально является самоцелью, то есть вы воспринимаете его как самоцель и не используете как средство, не воспринимаете его как средство для достижения своих целей, то тогда в этом случае важно говорить о том, что брак нужен вам для чего-то для себя. То есть что-то в браке вас привлекает и тогда необходимо говорить о том, что вы вкладываете в брак именно в контексте себя. Для чего вам он нужен? Брак. Это важный момент, это очень такой образующий системный момент, потому что если вы стремитесь через мужчину реализовать что-то для себя через мужчину реализовать свои какие-то желания, то это, к сожалению, продолжится и дальше, это, к сожалению, продолжится и после исключения брака и те желания, которые вы преследуете в браке, они будут вам мешать получать фактическое удовольствие от нахождения в отношениях с любимым человеком. Почему? Потому что на стремление именно к браку вас сподвигает какая-то ваша неудовлетворенность, а брак являясь естественной формой человеческих отношений, не может и не должен давать что-то человеку. люди заключают брак тогда, когда они чувствуют себя готовыми на это, готовыми на него, на брак. Только тогда они заключают его, а не для того, чтобы получить что-то для себя. и тогда вам необходимо понять, что если вы испытываете потребность в том, чтобы выйти замуж за своего мужчину, то вам это нужно для себя, и вам необходимо от этого избавляться. Потому что вам это мешает быть независимой в отношениях, в ваших отношениях. А вам нужно тоже быть независимой в них для того, чтобы мужчина видел, что он нужен вам именно как саму цель, а не как средство для достижения своей, то есть вашей цели. И вот это вам нужно для себя. Понятно. Чем лучше, чем быстрее вы это для себя уясните, тем легче вам будет выстраивать правильные, равноправные отношения. надеюсь, именно эти два аспекта помогут вам реализовать с психологической точки зрения свои потребности правильно и не использовать людей, не использовать там ну, например, мужчину в данном случае, для достижения своих целей, что не является верным, не является правильным и так далее. И если вы все это делаете, то тогда проблем для того, чтобы и сохранить ваши отношения, и заключить брак, тогда проблем не будет. Но это только достигается путем работы над собой и путем корректировки своего же поведения. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы у вас остались, буду рад помочь. Пишите в личку о могу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. 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 Продолжение следует...